Дмитрий Крэнк Дмитрий Крэнк Но мы так не можем. Мы всегда делали то, что сами считали правильным. Сначала нам не интересовалась пресса и масс-медиа, но люди приходили на концерты, и мы видели, что им нравится, что мы чем-то отличаемся. И, видимо, они не особо следовали за трендами. Поэтому мы просто получали удовольствие, не сильно стремясь угодить масс-медиа. То есть вы не сильно переживали по этому поводу? Нет. Каждый день, играя в группе, мы воспринимали как дар. Иногда было трудно, иногда нет. И что вы почувствовали, когда все-таки стали популярными? О, это было здорово. Я знал, что у нас получится. А не было звездной болезни поначалу? Нет, нет, ничего такого не было. Ну, может, у кого-то есть членов группы отдельно? Да нет, никто не сходил из-за этого с ума. Как-то все это все равно было закономерно. Мы, благодаря Богу, добились этого своими выступлениями. Никто не терял головы. Все были вовлечены в процесс и работали командой. Вы выпустили 25 альбомов, верно? Да. Это же огромнейший труд. Ну да, пришлось поработать. Скажите, откуда вам удавалось черпать вдохновение для очередных песен после уже написанных? Без всего в жизни, просто без всего вокруг. Из того, что происходит с тобой, с твоими друзьями, либо из того, что ты видел в новостях по телевизору. Все, что угодно. Все это вдохновляет. Просто то, что мы пытаемся сделать, так это рассказывать людям истории, которые реально происходят с нами или нашими знакомыми. Мы не то, чтобы берем какое-то абстрактное вдохновение, непонятно откуда. И мне кажется, что мы до сих пор нравимся людям, потому что рассказываем им правду. Значит, это черпается отовсюду? Да, вообще из всего. И до сих пор так? Даже сейчас. Вы до сих пор пишете музыку? Конечно. Вот даже сегодня я продумал идею записи новой песни. Здорово. Вот, например, когда я первый раз был в России. Все было покрыто белым снегом. Это не может не вдохновлять. А есть ли что-то еще в музыке, что вы еще не реализовали, но хотели бы это сделать? Ну, в музыке, я полагаю, реализовано уже почти все. Однако хочется, чтобы то, что ты делаешь, ценилось по-настоящему. Хотя, да, по большому счету, это и не важно уже. Мне бы хотелось, чтобы музыка была более искренней и глубже проникала в людей. Я вот считаю, что музыку надо не смотреть, как это демонстрируют в клипах на телевидении, а слушать, вникать. У меня есть внуки, и, например, моя старшая внучка любит MTV, какие-то шоу, но там ничего не доносится о музыке. Только идея о том, как девчонки клево выглядят, парни клево выглядят, и все. Так не должно быть. Какой следующий шаг в ваших планах? Следующий шаг? Ну, вот мы только что выпустили новый альбом под названием Big Dogs, и как раз с этим гастролируем сейчас. Это уже 26-й альбом? Да, 26-й. Потрясающе. Ну, мы любим быть в деле. А следующий шаг? Ну, сейчас мы в большом гастрольном туре, который заканчивается в декабре, потом Рождество, потом снова гастрольный тур, и, надеюсь, выпустим еще один новый альбом к 2013 году. Какое у вас было самое запоминающееся выступление? Самое запоминающееся? Может, несколько каких-то? Ну, наверное, это тот первый раз, когда я вообще присоединился к группе. Я тогда вообще ни разу в жизни не видел публики, и это было нечто. Я тогда вышел на сцену и исполнял одну из блюзовых песен. Я мечтал об этом моменте 15 лет до того, как начал петь, и, конечно, это очень запомнилось. После этого были, конечно, и потрясающие выступления на крупнейших фестивалях. Мне бы хотелось, чтобы лучшие выступления повторялись, в том смысле, что каждое следующее выступление было бы лучшим после того лучшего, которое было предыдущим. А что для вас важнее, чтобы на выступлении была огромная аудитория, или чтобы концерт был качественным в деталях? Ну, например, качество звука, что-то еще? Главное, чтобы люди ушли с концерта счастливыми. Это самое главное. То есть, если люди счастливы, то вы удовлетворены? Именно. В этом весь я. Как вы предпочитаете проводить отпуск? Ничего не делая. Проводить время с семьей, полениться. Ну, тогда боюсь, конечно, спросить, вы путешествовать-то любите? После стольких гастрольных перелетов остается ли желание куда-то ехать? Ну, на время отпуска куда-нибудь, где тепло и тихо. С семьей? О, да. Всех собираем в кучу и вперед. Дети, внуки. Скажите, а ваши дети или дети участников группы как-то связаны с музыкой? Мой младший сын, Колин. У меня их двое. Он работает в нашей группе техникам по настройке гитар. А Ли, сын нашего басиста Пита, барабанщик. А внуки? Один из них мальчик Бен, он технофрик, помешан на компьютерах. Девочка Робин, она увлекается музыкой, танцами и вообще очень активная. Как вы думаете, что главное в жизни? К чему люди должны стремиться, чтобы быть счастливыми? Ну, просто надо стремиться быть счастливым изо всех сил и веселиться, наслаждаться жизнью. Ведь один раз живем. А что именно вам приносит счастье? Веселье? Да, веселье, музыка, любовь. Вот что меня делает счастливым. А у вас есть какие-нибудь хобби? Нет, вообще нет. Если бы у вас был шанс изменить что-то в прошлом, что бы это было? Хотелось бы исправить ситуации, в которых я когда-то причинял людям боль. А возможно ли это? Если бы это было возможно, я бы обязательно воспользовался этим шансом. Опыт вашей группы – отличный пример построения команды. Можете открыть секрет прочности вашей группы? Да нет никакого особого секрета. Просто надо понимать, что в группе все люди разные. У каждого своя натура, свои идеи, своя химия. Секрет в том, что надо каждому давать пространство для самовыражения. Например, если вдруг мне кажется, что гитарист Джимми предлагает плохую идею, то я говорю, ну ладно, Джимми, окей, пускай будет так. Каждый хочет выражаться в творчестве, так пусть выражается. Надо каждому оставлять для этого пространство. Ну, ясно. Это то, что касается творчества. А как насчет взаимоотношений в общем, в обычных жизненных ситуациях изо дня в день? Как удается сохранить отношения в течение такого длительного периода времени? Важно заботиться друг о друге. Если заметил, что кому-то плохо, нужно подойти и спросить, как ты, дружище, что с тобой? Могу я тебе помочь? И то же самое он сделает для тебя. Просто прежде всего надо быть внимательными друг другу. Это никакой не секрет. У вас есть два сольных альбома, но вы все равно поете в группе. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, первый альбом возник, когда у басиста Питт родился ребенок, и он на время выпал из группы. Но в Европе мы уже были известны, дела шли хорошо, и звукозаписывающие компании захотели от меня сольные работы. А второй альбом был записан по просьбе одного моего друга. Один из треков альбома был саундтреком фильма. Они хотели, чтобы трек был на английском, в то время как оригинал был на немецком. Но мы его переделали и потом использовали в репертуаре «Назарит». Но на самом деле я никогда особо не стремился сделать сольную карьеру. Я предпочитаю «Назарит». Что можете посоветовать молодым музыкантам? Делайте то, что хотите. Я имею в виду, делайте музыку, которая вам нравится. Не идите на поводу прессы, телевидения, менеджмента. Не ориентируйтесь на сегодняшних звезд в Москве или где-то еще. Делайте то, что нравится вам. И заведите себе юриста. До того, как начали петь, заведите юриста. А может дадите какие-то практические советы по музыке, звуку? Я считаю, что каждый должен сам найти свой стиль и звучание. Найти то, что мотивирует, по-настоящему нравится. И главное – делать, и никого не слушать. Вы когда-либо использовали электронное звучание в своих песнях? Да, конечно. Неоднократно экспериментировали с этим. Иногда это неплохо получается, но технологии нужно использовать и не позволять, чтобы они использовали тебя. Это всего лишь инструмент. Да-да, я уже слышал такую историю от гостей нашей программы. Ну, это нужно использовать, чтобы как-то разнообразить картинку. Просто записывая много альбомов, уже устаешь от стандартных, одинаковых перебивок ударников, запилов гитаристов. Надо вносить разнообразие. То есть вы предпочитаете живые инструменты? Да, конечно. Мы должны быть настоящими. Ответ классического музыканта. Что бы вы хотели пожелать людям, смотрящим это интервью? Найдите что-то в жизни, что вы любите делать по-настоящему. Потому что жизнь длинная штука. Если вы будете ходить на работу, которую не любите, жизнь превратится в отстой. Займитесь чем-то другим. Что вы на самом деле любите? Влюбляетесь. Я постоянно влюбляюсь. Это замечательно. Нас смотрит и молодежь в том числе. Кто-то из них – ваши поклонники. Как уже взрослый человек? Какие бы вы посоветовали им не повторять ошибки, которые сами делали в своей жизни? Интересный вопрос. Но идея заключается в том, что люди должны учиться на собственных ошибках. То же самое я говорил своим детям. Но ошибки делаются, и все их совершат в своей жизни не раз. Важно лишь учиться и развиваться благодаря им. Наслаждайтесь жизнью. Старайтесь не причинять никому боль. А можете привести пару примеров тех ошибок, на которых вы учились в жизни? Ну вот, например, у меня был менеджер, которому я доверял. И мне следовало заботиться о своем бизнесе, следить за ним. Но я этого не делал. В итоге потерял много денег. Ну не то, чтобы прямо совсем много. Но тоже приятного мало. Я должен был... Заботиться об этом, но предпочел не вмешиваться и доверил все менеджеру. Но этого нельзя делать. Нельзя полностью все доверить другому человеку. Нужно заботиться о себе и о своем бизнесе самому. А еще вот сейчас куча проблем у молодежи. Сегодня стало гораздо больше наркотиков, чем раньше. Вообще куча разных зависимостей и больше моды на их употребление. Я хочу сказать, берегите себя, заботитесь о себе, будьте клевыми. И главное, не становитесь зависимыми. Любите себя хоть немного. Дэн, спасибо большое за интервью. Вы смотрели программу «Шоу-бизнес». С вами был Дмитрий Кренк. И гость сегодняшнего эфира, лидер группы «Назарет» Дэн Маккаферти. Спасибо, Дим. Спасибо. Да, хорошо.